Привет, друзья! Это самые свежие сводки с фронта и новости мировой геополитики. И сегодня мы в деталях по карте разберем все, что происходит на линии боевого соприкосновения в Украине. И начнем мы с самых главных событий за прошедшие сутки. Итак, внимание на экран, друзья! Войска России нанесли массированный удар по объектам военной, а также энергетической инфраструктуры Украины. Запуск крылатых ракет осуществляли корабли Российского Черноморского флота, Каспийской флотилии и бомбардировщики дальней авиации. В результате ударов по Киеву и Пригороду были выведены из строя несколько объектов критической инфраструктуры. Одна из ракет украинской ПВО попала в жилой дом в Печерском районе, вызвав тем самым разрушение и пожар. В результате атаки по Змеевской ТЭС в области наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением. В Харькове было остановлено метро, не работает также наземный электротранспорт. В Ковеле ракетным ударом повреждены электроподстанции и железнодорожный узел. На Сватовском участке штурмовые отряды ВСУ вновь попытались атаковать в направлении Стальмаховки и Куземовки. Попав под огонь реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем, украинские войска отошли на исходные рубежи. Еще одна попытка прорыва украинских сил была остановлена российской армией под Краснопоповкой. Наступавшая рота ВСУ попала под огонь российской артиллерии и отступила на прежние позиции. Российские войска продолжают зачистку окраин опытного, расширяя тем самым зону контроля вокруг данного населенного пункта. Командование ВСУ намерено удержать позиции на этом участке и не допустить развала обороны южнее Авдеевки. Для этого в районах боевых действий перебрасываются освободившиеся части с херсонского направления. Вечером украинские войска нанесли артиллерийский удар по центру города Щебекино. А теперь, друзья, все эти новости мы с вами разберем в деталях. И чуть не случилось мирового катаклизма, потому что этой ночью глава Соединенных Штатов Америки собирал весь блок НАТО, собирал все передовые державы с золотого миллиарда, потому что у них был кипиш, что якобы российская ракета залетела в Польшу и ударила по одной из стран НАТО. Хотя в реальности, судя по всему, пришли к выводу, что это украинская система ПВО, что украинская старая советская техника не сработалась с новыми немецкими системами ПВО, и украинская ПВО прилетела из-за двухсотила двух поляков. Пришли к такому выводу. И поэтому Байден сегодня дал заднюю. Хотя столько вони было, ночью такое творилось, это был просто кошмар. Казалось, что Россия теперь уже сойдется в открытом противостоянии со всем этим западным блоком НАТО. И, наконец-таки, война перейдет на территорию англосаксов. И удары по Вашингтону, Лондону и всем остальным центрам англосаксонской цивилизации будут вот-вот уже воплощены. Но оказалось, нет. Англосаксы любят сражаться чужими руками, они боятся, они трусят непосредственно вступать в бой. Они привыкли платить деньги и сравливать народы друг с другом. И вот так сейчас украинский народ, управляемый ручными продажными элитами, деньги которых в британских и американских банках, которые полностью на привязи у американцев, вот через них они руками украинского народа и сражаются против России. И мы, друзья, все это сейчас разберем, все события текущих суток. И начнем мы с Херсонского направления фронта. Что же там сейчас происходит в Херсоне после его оставления российскими войсками и на правобережье, и на левобережье. Давайте в деталях разберем по карте. Сводка по Херсонскому направлению фронта. Украинские подразделения продолжают закрепляться на правом берегу Днепра. Как штатное соединение ВСУ, так и батальоны территориальной обороны готовятся к переброске на другие направления фронта. На территории Херсонской области и побережье Бочакова была замечена активность украинских беспилотных летательных аппаратов «Байрактар-ТВ-2». Беспилотник вел разведку деятельности Вооруженных сил России на Кенбургском полуострове и вдоль левого берега Днепра. Несмотря на заявления некоторых лживых источников о захвате полуострова ВСУ, эта информация не соответствует действительности. Сейчас украинское командование действительно прощупывает почву для высадки тактического десанта в этом районе, а в очаков переброшены артиллерийские орудия. На Николаевском участке фронта инженерные подразделения 28 ОМБР ВСУ ведут разминирование местности на занятой территории. Тем не менее, в ходе переброски техники в Херсон на трассе Александровка-Станислав на мине подорвалась одна ББМ. На аэродроме Кульбакина под Николаевом там работает группа канадских советников ВСУ. Они отвечают за распределение вооружения, которое поставляют западные партнеры в подразделения ВСУ. А ночью на Днепре вдоль реки Конка действовал катер с разведательной группой ВСУ на борту. Информация о взятии ВСУ Новой Каховки, Олежков и других населенных пунктов на Левом берегу также является информационным вбросом украинских ресурсов. Тем не менее, на протяжении вчерашнего дня стороны обменивались действительно сильными артиллерийскими ударами. А в Алешках и Нечаево продолжают действовать информаторы вооруженных сил Украины. Российские войска поразили пункт дислокации 15 батальона 128 УГШБР ВСУ. Был ликвидирован 21 человек и среди них, по данным российских сводок, каббат майор Вадим Адуда. И очень много фейков в украинских телеграм-каналах и СМИ было по поводу Кенбургской косы. Были крики о том, что ВСУ высадились и взяли под полный контроль Кенбургскую косу. Но это чистая стопроцентная ложь. Действительно, на Кенбургской косе работали ВСУшные разведдиверсионные группы, которые как-то пытались там закрепиться. Но о полном взятии Кенбургской косы ВСУ не может быть никакой речи. Это чистый маразм и стопроцентный фейк. Давайте разберемся вокруг ситуации с Кенбургской косой в самых подробных деталях. Сейчас я вам расскажу о ситуации на Кенбургской косе. На фоне вбросов украинских каналов о контроле ВСУ населенных пунктов на левом берегу Днепра, в Ферсонской области в последние несколько дней появились аналогичные сообщения о якобы захвате ВСУ Кенбургской косы. Позже российские ресурсы опровергли успешную высадку украинского десанта там. Другие источники также подтвердили, что информация об отходе вооруженных сил России и переходе территории под ВСУ не соответствует действительности. Что же там произошло на самом деле? Как ни парадоксально, но обе стороны могут быть одновременно по-своему правы. В обсуждении вопроса Кенбургскую косу часто приравнивают к Кенбургскому полуострову. Это не совсем верно. Первая является лишь очень маленькой узкой частью в западной оконечности полуострова. В военном отношении толку контроля именно косы немного, поэтому сторону действуют преимущественно в глубине полуострова. Почти вся его огромная площадь покрыта лесами и озерами. Расположенные там населенные пункты можно пересчитать по пальцам. Асфальтовое покрытие у дорог практически отсутствует. С первых дней боевых действий на территории Украины эту большую территорию с низкой транспортной доступностью полностью не контролировала ни одна из сторон. С весны в этой серой зоне часто действовали украинские диверсионно-разведительные группы, прибывавшие на моторных лодках со стороны расположенного напротив Очакова. В свою очередь подразделения Министерства обороны и Росгвардии регулярно устраивали засады и устанавливали минные заграждения в зонах вероятной высадки групп диверсантов ВСУ. Также российские подразделения охотились за действовавшими в Днепровском лимане катерами и кораблями ВСУ. На этом фоне в сообщениях о высадке украинского десанта на Кенбургский полуостров принципиально нет ничего невозможного. А вот информация о контроле всего полуострова ВСУ является чистым вбросом. Несколько ДРГ при всем желании не смогут занять и удерживать огромную площадь. Поэтому сейчас украинское командование скорее всего сосредоточит усилия не на физическом захвате Кенбургского полуострова, а на увеличении активности диверсионных групп там. Цель ВСУ это сковать действия вооруженных сил России в районе данном и разрушить снабжение опорных пунктов, также создать условия для более глубоких рейдов украинских диверсионных групп вглубь российской территории. Поэтому перед вооруженными силами России стоит задача не допускать развертывания временных логистических баз ВСУ, а также патрулировать там правобережье и продолжать делать засады на украинские ДРГ. Только регулярное огневое воздействие по ВСУ сможет отбить у них желание всерьез закрепиться на Кенбургском полуострове и создавать в дальнейшем проблемы для вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому никакую Кенбургскую косу ВСУ не взяло. Это разгоняли массово всякие цепсошники, всякие пропагандисты, лживые телеграм-каналы. И на фоне оставления российскими войсками Херсона вот такие вот вбросы массово забрасывались. О том, что ВСУ уже высадилось на левый берег Херсонской области, на то, что Россия выводит свои войска из Луганской области, о том, что взята Кенбургская коса. Вот эти фейки массово распространялись и действительно били по психофизическому состоянию российского народа. То есть и так Херсона ставили у всех непонимание, да что ж происходит, что ж такое. И тут еще вбрасываются массово вот эти вбросы. Делается это специально для того, чтобы снизить рейтинг президента Путина. Это делает Украина. Но делает Украина-то под чьим руководством? Под руководством западных стран. Запад пытается сделать переворот и революцию внутри самой России. Задействует для этого пятую колонну, которая есть буквально везде, которой пропитано, начиная с 90-х годов, все российское военно-политическое руководство. Там куча агентуры, которая сидит на прикормке у западных спецслужб, которая является лоббистами транснациональных западных корпораций. И что они хотят сделать? Они хотят заставить Путина совершить ошибку Керенского. Когда тот пошел против генерала Корнилова, и между армией и временным правительством возник, скажем так, непонимание, противоречия, которые превратили временное правительство в легкую жертву для левых организаций, в том числе и большевиков, кадетов, либеральных организаций, которые снесли вот это временное правительство. И тогда уже установилась власть большевиков. Но сейчас-то власть большевиков, они не планируют устанавливать. Они планируют просто снести Путина, на его место поставить ручных либералов. Соответственно, Путина стравливают с патриотическим обществом Российской Федерации. Якобы Путин глава пятой колонны. И вот все цепсошники сейчас массово везде это распространяют. Что Путин пошел против патриотов. Что Путин договаривается с Западом. И Путину пытаются всячески подсунуть. Вот силовики всовывают план зачистки патриотов. И вот те, кто это делают, это и есть агенты влияния Запада. Потому что если Путин начнет руками силовиков, руками ФСБшников зачистку патриотического поля Российской Федерации, ему больше не на кого будет опираться. И он станет просто жертвой в руках либералов. И никакие силовики его от всей этой западной заразы и от либеральной вот этой всей кучи. И если он начнет зачистки, то и патриотическая куча вместе начнет шатать, начнет его во всем обвинять. И это может привести действительно к перевороту в Российской Федерации. И если пятая колонна, в том числе и среди силовых органов, убедит Путина о том, что необходимо зачищать патриотическое поле, то Путин по сути выстрелит тем самым себе в ногу и положит большую пропасть между собой и патриотами России. А патриотическая общественность это 90% российского населения. Среди населения 90% патриотов и только 10% либералов. В то время как в элите и следе олигархии Российской Федерации 90% это либералы и только 10% это патриоты. А это уже дестабилизационная ситуация, на которой попытается сыграть Запад. Но я думаю, что Путин не допустит ошибки Керенского и вместо патриотов и вместо широких масс населения начнет подавлять как раз таки либералов, олигархию и всю эту заразу. И не будет опираться на одних только силовиков, потому что они его не спасут. Я помню прекрасно как при Януковиче, Янукович зачистил все патриотические организации Юго-Востока Украины, при этом националистические украинские на Западной Украине оставил. Потому что их крышевали западные разведки, сразу какие-то санкции прилетали, все эти Куны, Пласты, УНСО, там все вот эти вот организации украинские пышным цветом процветали. Патриотические, юго-восточные, прославянские, лояльные к России. Янукович сам все зачистил. Он думал, что он будет опираться на СБУ и ментов. А СБУ и менты, там столько оказалось прозападной агентуры, целые департаменты во время Майдана работали на Америку, работали против режима Януковича, переобувались, делали вид, что служат власти, а по факту служили западным управленческим центром. И потом, после Майдана, почти все те же руководители СБУ, которые были, буквально те же и остались. И то же самое, я думаю, что может быть и с ФСБ. Ну да, там уберут Бортникова, Патрушева, если либералы придут к власти, уберут еще 10-15 патриотичных дедушек с советской закалкой, генералов, полковников. А остальные переобуются под либералов и будут выслуживаться, отдавать честь, и весь этот патриотический угар перестанет быть. А сделают модным, там, я не знаю, защеканство и долбежку. Будут еще и долбиться многие для того, чтобы сделать себе карьеру, как-то подняться. Поэтому опираться на силовиков, которые работают за зарплату, патриотизм которых просто продиктован службой, они очень легко переобуваются, это показывает факты и показывает, ну, реальная, объективная действительность. Поэтому Путину надо опираться на патриотов, на православных людей, на социалистов, на государственников, на патриотическую общественность российской всей страны и зачищать олигархию вместе с всей этой либеральной шоблой. Ну, а теперь, друзья, давайте посмотрим, что происходит на фронтах и в деталях разберемся, что происходит на Запорожском направлении фронта. А что касается Путина, я думаю, он все это прекрасно понимает и не получится западным силам его развести, как Керенского, и спровоцировать революцию внутри России. А сейчас внимание на Запорожский фронт. На Запорожском направлении фронта ВСУ с помощью беспилотников и осведомителей из числа проукраински настроенных граждан ведет разведку вдоль линии соприкосновения, а также в тылу вооруженных сил России. В ходе подготовки к наступлению украинское военное командование перебрасывает на Ореховский участок подкрепления с Херсонского направления фронта. Украинские военные силы совершили в Мелитополе покушение на экс-депутата Горсовета. Там взорвали бомбу у его подъезда. Пострадавший чиновник в тяжелом состоянии сейчас, он доставлен в больницу. Также, друзья, давайте посмотрим, что происходит на Сватовском участке фронта. На Сватовском участке штурмовые отряды 2-го батальона 92-й ОМБР ВСУ закрепились на западной окраине Стрельмаховки и продолжили наступление по направлению Куземовки. Выдвигающиеся силы ВСУ были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов и под ударами артиллерии военных сил России отступили на исходные позиции. На Лиманском участке рота 25-й ОВДБР ВСУ при поддержке бронетехники попыталась прорваться в направлении Краснопоповки. Российские войска отбили эту атаку, а позже поразили позиции бригады, ликвидировав двух и ранив 15 украинских десантников. В Порсичанском участке продолжаются бои в районе Белогоровки. Диверсионно-разведительные группы ВСУ проводят разведку боем на позиции военных сил России в районе Золотаревки. Российские войска обнаружили сосредоточение ВСУ и нанесли туда упреждающий удар, вынудив украинские военные силы с потерями отступить на исходные рубежи. А теперь, друзья, давайте посмотрим, что происходит на фронтах Луганской области или Луганской народной республики, как ее называют, в Российской Федерации и там на территориях Донбасса неподконтрольного Украины. Хотя по российскому законодательству это уже полноправная территория Российской Федерации. На территории Луганской области украинские военные силы и ствольная реактивная артиллерия обстреляли жилые постройки в Денежниково и Волчияровке под данным российских сводок. Украинские сводки это отрицают. Мирные жители там не пострадали. На Донецком направлении командование ВСУ перебрасывает подкрепление и оборудует дополнительные фортификационные сооружения, стремясь удержать Авдеевский укрепрайон. Продолжаются столкновения в Водяном и Невельском. Диверсионная группа ВСУ безуспешно пыталась прорваться через наступающие порядки вооруженных сил России в Первомайском. Российские войска под постоянным огневым воздействием украинской артиллерии и реактивных систем залпового огня продолжают зачистку северной окраины опытного. ВСУ нанесли также удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Донецка, Горловке, Осиноватой, Яковлевке и других населенных пунктов Донецкой агломерации. Так утверждают российские сводки. Украинские же сводки утверждают, что удары наносились не по мирным жителям, не беспорядочной стрельбой по городам, а исключительно по позициям вооруженных сил России и военным объектам Российской Федерации. И параллельно с вот этими всеми боевыми действиями в Украине случилось очень знаковое событие. Россия нанесла сильнейший ракетный удар за всю историю этого противостояния, этого конфликта в Украине и повредила очень много объектов критической энергетической инфраструктуры Украины. Давайте в деталях разберемся, потому что вылетело более ста крылатых ракет, удары были нанесены буквально по всей территории Украины. Давайте разберемся в деталях этого происшествия, посмотрим, что куда попало и какой ущерб оно нанесло украинской энергетической системе. Россия нанесла сильнейший массированный ракетный удар по Украине. Наверное, самый сильный за все время. По крайней мере, так заявляли в офисе президента Зеленского. Днем вооруженные силы России вновь нанесли серию ударов по объектам всей территории Украины. Пуски осуществляли соболеты дальней авиации, ВКС России и корабли ВМФ. Как и в прошлые разы, после атак в украинских городах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Несмотря на недавние поставки комплексов ПВО западного производства в ВСУ, вновь они не смогли отразить российский массированный налет. На данный момент достоверно известно о прилетах в следующих городах. В Киеве. Там более пяти прилетов крылатых ракет. Был поврежден один пятиэтажный дом. В городе начались аварийные отключения электричества. Также прилетело в Житомир. Там было два прилета в объект критической инфраструктуры. Предварительно по подстанциям. Житомирская-330, по которой ранее военные силы Российской Федерации уже наносили ракетные удары. В городе пропали полностью электричество и вода. Прилетело также в Харьков. Там перепады электричества после этих прилетов. Остановлено было метро. Местные власти сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Вероятно, речь идет о Змеевской ТЭС. Также прилетело во Львов. Там была серия взрывов, которая привела к перебоям с электроснабжением и мобильной связью. Предварительным данным одной из целей стала подстанция 330 КВ. В Сумах взрывы в области перебои с электричеством. В Одессе тоже были прилеты как минимум одной ракеты. В частности, там в нескольких районах буквально пропало электричество. В Кировограде было два прилета. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Волыне было сильнейшее попадание в объекты энергетической инфраструктуры. И предварительно в ПС-330 КВ в Ковеле. В Ровно был взрыв. Город частично обесточен. В Кремроге как минимум два взрыва после прилетов. В Мельницком как минимум тоже два взрыва после прилетов. В Кременчуге был прилет. Поражен какой-то инфраструктурный объект. Хотя в стране начались отключения электричества, оно пропало не везде. Это косвенно указывает, что целями вновь стали автотрансформаторы, а не общестанционные пункты управления, так называемые ОПУ. И это снижает эффективность воздействия на украинскую энергоинфраструктуру. Но все равно наносит ей серьезный урон. Под целой кучей городов Украины, областных центров, вырубается полностью свет. Его нету буквально сутками. И то же самое сейчас произошло и в столице Украины, городе Киеве. О чем прямо, не скрывая, уже теперь заявляет Кличко. Киевлян буквально конец света и начало тьмы. Что касается энергопоставления, в связи с тем, что Киев также связан на общую систему Украины, всей страны, по энергопоставлению. И мы знаем, что много объектов было, критических объектов было сруйновано. И вот если буквально несколько месяцев, возможно полгода или год Россия продержит вот эту энергетическую блокаду Украины, то у украинского народа действительно полностью упадет в боевой дух. И он сам начнет склонять Зеленского к тому, что, слушай, ну давай уже мирные переговоры. Ну пусть даже на условиях Российской Федерации, в конце концов, давай уже с этим всем заканчивать. Да и в принципе этого всего бы не было, если бы власть Украины не была стопроцентными марионетками стран коллективного Запада. Если бы их деньги не хранились в банковской системе, в Великобритании, США. Если бы они не читали из бумажки, если бы они не представляли полностью чужие интересы извне. Если бы не было внешнего управления. Ведь чего стоило просто запустить Минские соглашения. Но ведь меньше потерь для Украины и для украинского населения было бы. По крайней мере украинское государство нормально существовало, функционировало и не устраивало бы боевых действий. Самая отвратительная власть это та, которая допустила войну на своей территории. И нынешняя власть Украины это допустила, она на этом зарабатывает, она занимается мародерством, воровством, разворовыванием гуманитарной помощи. Это просто мародеры, это грабители, это самые последние, самые законченные люди. Они просто хоронят Украину. До этого можно было преспокойно себе сделать внеблоковый статус, не вмешиваться в разборки отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Не превращать Украину в полигон, в военную базу Америки для противостояния Российской Федерации. Этого всего безумия, всего этого маразма не было. Но после Майдана полностью лояльная и зависимая от Америки украинская власть, она пошла именно вот таким глупым путем. Который в принципе создает проблемы для России. Но Россия это большой медведь. Украина маленький еж в сравнении с ней. Да, медведю неприятно, когда этот еж его колет, но рано или поздно медведь просто сядет и все-таки задавит этого ежа. Перетерпит рану, более того, подготовится. Ведь нынешние боевые действия, они очень сильно укрепляют российскую армию. Если раньше всякие Сердюковы, Васильевы, они разграбили, развалили российскую армию. Если бы не эти боевые действия, все вот эти ошибки, все это сыграло бы роковую роль. Россия, возможно, проиграла бы в противостоянии с коллективным Западом и со странами НАТО. А сейчас здесь буквально как по аналогии с финской войной. Советский Союз очень сложно все-таки добился успехов на финских фронтах. Но там действительно были огромные потери. Действительно все смеялись с Советского Союза, что Советский Союз не может даже Финляндию задавить. О каких европейских державах может идти речь. Но товарищ Сталин и советское руководство взяли максимум опыта из финской кампании и исправили буквально все ошибки. И вот этот опыт дал возможность Советскому Союзу разгромить потом коллективные европейские силы, разгромить Германию и стать, построить сильнейшую армию в мире. И сейчас то же самое происходит в Российской Федерации. Военпром работает в 3-4 смены, экономика мобилизируется. И естественно Российской Федерации, особенно российским элитам, необходимы все больше и больше потрясения. Надо, чтобы у них как можно больше яхт забирали. Чтобы их грабили на Западе. Чтобы они понимали, что свою жизнь и жизнь своих детей на Западе они устроить не смогут. Чтобы они понимали, что на них оказывает Запад максимальное давление и надо на это чем-то отвечать. И опираться надо широкие слои населения на патриотизм, на социально ориентированное сильное государство и действовать в рамках народа. Поэтому чем хуже для элит Российской Федерации, тем лучше для широких слоев населения России. Да, конечно, все эти боевые действия, тем более если они затянутся на годы, а то и десятилетия, то это живые потери. Это кто-то потеряет сына, брата, кто-то себя потеряет на фронтах. Но в то же время для России как государства в целом это огромное укрепление. Повышается рождаемость после боевых действий. Наука работает намного быстрее, намного быстрее какие-то новые технологические изобретения. Во время боевых действий справляются все государственные ошибки. Мобилизируется экономика, мобилизируется страна. Народ оздоравливается, народ снимает розовые очки. Начинается погибать везде пропаганда либерализма. Наоборот, везде пропаганда боевых действий, войны, сражений, воинского духа. Славяне такой народ, которым необходимо постоянно воевать, постоянно сражаться. Всегда сражаться. Конечно, неприятно то, что здесь буквально сражается один народ. Православные, славянские, украинцы, русские. Да какая разница, все мы русичи, славяне. Мы русы по крови. Нет между нами никакой разницы по большому-то счету. Религия у нас одна. Хозяйство одно. Мы живем одинаково. Посмотреть русские и украинские семьи до разницы вообще нет. Ну немножко диалект языка разный, а по факту-то разницы вообще ноль. В принципе, мы разобрались во всех деталях, происходящего на фронтах за текущие сутки. Разобрались в основных событиях мировой геополитики. Поэтому нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также нажимайте колокольчик и вкладочку «Все». Для того, чтобы вам приходили все оповещения с моего канала. До новых встреч, друзья. С нами Господь. А если Господь с нами, то мы по-любому победим.